господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешу номер 604 события дня иоанна евангелия 20 глава 31 стих сие же написано дабы вы уверовали что иисус есть христос сын божий и веруя имели жизнь во имя его за 8 августа 2017 года андрей кричков сша добрый день игнатий тихонов пишет вам андрей кричков из сша лично я благодарен богу за то что он воздвигает таких людей как вы которым можно подражать не стыдясь заранее благодарю за ваш ответ на мой вопрос а вопрос мой вот в чем о десятине я лично плачу десятую часть всего то есть из любой прибыли слушая вашу беседу какую вы имели в скайпе с женщиной вы сказали плати десятину но в ответ она сказала что не работает но получает от государства помощь как бы по про от про программе безработицы на детей и теперь если я вас правильно понял вы ответили что нет в таком случае не надо а только если заработал своими руками я понимаю что все равно платить можно не грех но меня более интересует в рамках законности или еще для совести нужно ли платить десятину в таких случаях если нашел деньги и не нашел владельца но как не нашел владельца к твою тебе вообще не принадлежит это отдай на нуждающихся сто процентов зачем с нее брата нашел деньги а то после найдется владелец и будешь краснеть искать здесь считаю так вообще к прикасаться не надо дальше выиграл денежный приз никогда не играть это вообще запрещено тут и говорить не о чем выиграл но если раньше был а теперь ты уверовал и пришел приз то отдай его сто процентов если подарили дали денег вот это вопрос другой подарили дали денег надо смотреть как потому что даже с милостыни которые подают десятину платят говорит ян златоуст подарили дали денег ну что за деньги откуда от кого от какого магната или что вот у меня при был принцип такой если подарили то к этим которые подарили допустим 100 рублей я должен приложить еще пять рублей и отдать уже 105 и поэтому подарков этих я боялся как огня потому что я и так бедный да еще беднее буду и но так вот продержал сам себе сделал это подарили дали денег тебе не принадлежит отдал их нуждающимся если получил денежные государственные пособия но от этого и вопрос возник государственные пособия это вопрос уже другой государственные пособия так просто не даются обложили платить конечно можно можно но не в обязательном порядке пособия потому что у тебя не на что жить поэтому пособия дают надо все рассчитывать смотреть какие на что дали на детей пособия дали пособия болящий которые тогда платить надо но не для него теперь он выбаливает как скажем сбо болезни то вот уже плати то есть надо ну смотреть что она причем здесь за труды твои все в этом роде но только связано с деньгами конечно можно развить вопрос и далее как то о недвижимости машины и далее далее а недвижимости что подарили недвижимость но недвижимость ты на накопленные деньги уже освобожденные десятины очищенная и машины тоже непонятно что машины нашел машину подарили машину сделал машину ну и прочее у меня нет машины мне легко рассуждать нет и не было никогда и недвижимость своей не считая тоже подписал завещание чего нет если у меня ничего нету а я судил с 11 лет и недвижимость дали мне два дома то ясное дело что это мой труд он у меня освобожденный десятины был я уже все заплатил потому что платил не одной девять десятин больше пошел объясните как мне быть большое спасибо я отмечаю сирахов 35 8 при всяком даре имей лицо веселое и в радости посвящая десятину в радости посвящая десятину какая десятина тавитом 1 глав 6 8 мостих я же один час заходил в руссалим на праздники как предписано всему израилю установлением вечным с начатками десятинами произведения земли начатками шерсти овец и отдавал это священникам сына мароновым для жертвенника десятую десятину всех произведений давал сынам ливийным служащим в иерусалиме другую десятину продавал и каждый год ходила и сдерживал и иерусалиме а третью давал кому следовало как заповедала мне девор мать отца моего когда я после отца моего остался сиротою то есть мать отца это бабушка учила его эти как про три десятины только один раз говорится второзаконие 14 22 отделяй десятину всех произведений семян твоих которые приходят с поля твоего каждогодно раззаконие 14 23 ешь перед господом богом твоим на том месте который изберет он чтобы пребывать имени его там десятину хлеба твоего вина твоего или этого его и первенца покупного скота твоего и мелкого скота твоего дабы ты научился бояться господа бога твоего все дни вот это когда спорят те кто против десятины но я понимаю почему спорят скаредность мамой не служат утроба не сытая главное страха божия нет дабы ты научился бояться господа во все дни десятину не платишь страха то божия нет очень простая за то уж говорит земля не твоя бог дал солнце дал он воду дал дыхание тебе сердце бьется в тебе все бог дал тебе бог да поделись с ним десятину он больше ты пока не требует десятину платила внутри а то ветхом завете ну и равно знаете что ты сам землю сотворил нет вот самое главное а далее самое страшное малахи 3 8 можно ли человеку обкрадывать бога десятина то моя не моя это мне бог ее приложил чтобы я своей рукой отдал а вы обкрадуете меня скажете чем обкрадуем мы тебя десятиной приношением то есть это кто не платит а все ворье воры святотации проклятием вы прокляты потому что вы весь народ обкрадуете меня что это священники написали только для себя чтобы им платили деньги проклятием прокляты вот бога то не боишься и поэтому про проклятым все ничего не получается не платить десятину как раз сегодня у меня должна щебенка прийти опять 36 тысяч по 36 тысяч откидывай все пошел раз привезли прошлом году там двести тридцать две тысячи отдал я а пенсия 6 откуда от бога бог знает что я отдаю всегда десятину не 1 9 поэтому мне легко об этом говорить десятина святая принесите все десятины в дом хранилище чтобы в доме моем было пищи хотя в этом испытайте меня говорит господь савов не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка я могу сказать что у меня все так и есть бог дает такие не два не три вот и поехали на благовестие только на бензин ушло 440 тысяч рублей у меня пенсия 6500 бог дал сразу деньги я только попрошу и откуда-то люди из испании из америки ну кто бы ни был евреи это мусульмане все спешат мне на помощь почему потому что я плачу десятину и при том из того что дают на себя ни рубля не потратил за всю жизнь для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные виноградная лоза на поле у вас не лишиться плодов своих говорит господь савов и блаженными называть будут вас все народы потому что вы будете землей вожделенно и говорит господь савов вот такая земля это потеряевка наша но горе вам фарисеям что даете десятину смяты руты всяких овощей не родите о суде и любви божией сие надлежало делать и того не оставлять а что сия суд и милость или хоть как поверни и того не оставлять в любом случае не оставлять то есть господь не отменял десятину да и как она могла быть отменена когда бог участвует в этом и про желание трудиться бог дал и десятина ему принадлежит тебе только передать ее надо было вот в этом ответ весь показать что наши ресурсы еще покажу больше всего люблю мой мир с первого начала участвовал вот она где мой мир где в шапке тут переписывается можно ну и наш форум православный большой 1600 примерно тем богатейший богатейший канал видеоканал вот сейчас только поставил вот уже двадцать пять и сорок девять за 50 минут то есть по минуте человек приходит вот по десять роликов небольшие ставлю каждый небольшие 25 минут 13 и во свете библии православный библейский сайт и тут вопросы тема какая 55 папок вот я 55 папок один беру это внутри мир называется и каждый раз события вставляю один вопрос вопрос 3003 15 том открытым оком если такие кто говоря о своем обращении не упоминает о христе и о библии ответ если даже они не упоминают но они знают вот три пенсионерки они похожи на все они ходили на занятия сейчас слушают проповеди в храме и даже бывает на церковных занятиях после богослужения это их свидетельство о радости примирения с богом нельзя считать недостаточным кавычки открыты до прихода в общину я посещала никольский храм и реже покровский но мне не хватало знания я молилась господу чтобы он научил познать его и указал путь к нему по радио была программа роса я любила слушать ваши передачи то есть я вел три программы и однажды я задала вам вопрос по теме передача от вас получила приглашение на занятия в политехнический институт по изучению библии я начала посещать занятия и все вопросы что задавали вам были и моими вопросами чуть позже я приняла потерявки крещения с полным погружением потому что не была уверена что она была у меня это день мне запомнился на всю жизнь на душе было какое-то необыкновенное ощущение радости легкости и вокруг такая благодать тишина и такие добрые лица взрослых детей поздравления катания по озеру на лодке с игнатием тихоновичем куда-то далеко отступили все повседневные заботы я стала членом общины мне нравится слушать проповеди а наша совместная молитва делает чудеса и примеров тому много вот только трудиться так на небе господне как хотелось бы не могу работа житейские заботы суета затягивает и отвлекает щукина не анила алексеевна бастрыгина 4 февраля шестого года телефон я заблудился как овца потерянная взыщи раба твоего ибо я заповедей твоих не забыл псалом 118 176 стих второе в 1996 году узнала через тараса у лидию павла про общину что строго одеваться надо в длинные юбки и платье платки я вспомнила свою мать она тоже жила в пензе ходила также до революции до 2002 года мы ходили с внуком антоном на занятия потом игнатий тихонович разрешил ходить в церковь в 2002 году я приняла крещение день был незабываемым хотя с утра было холодно когда после службы мы пошли к речке то выглянуло солнце на душе стало радостно я немощная часто болею но бог помогает переносить все скорби и болезни потерю сына пропал чечне у дочери дом сгорел болезнь дочери слава богу за помощь нам я понимаю что мало принимаю участие в делах общины по своей немощи по характеру я молчаливо церковь я хожу богу и молюсь ему я тоже против объединения с московской патриархией но как будет угодно богу фоменко валентина ильиничных кремнева псалом 72 24 ты руководишь меня советом твоим потом примешь меня в славу 3 у меня в жизни был период когда я не хотела оставаться дома одна старалась больше быть на улице среди людей на конечной остановке автобуса 24 маршрута на солнечной поляне увидела объявление приглашение на занятия политехнический институт это было в ноябре 2001 года на первое занятие пришла в брюках с мороженым в руках и с опозданием на полчаса перепутала время не сорвала открывную визиточку на первых занятиях я совершенно ничего не понимала старалась записать основные мысли но ничего не успевала впервые взяла в руки евангелие молитва слов понемногу до моего ума стали доходить отдельные стихи из библии но запомнить ничего на память не могу сестры петерима валентина пантелеевна и сильная галина ивановна готовили меня к окрещению в пятилетнем возрасте меня крестили в покровском соборе но в памяти у меня ничего не осталось крестик я не носила была пионеркой комсомолкой от вступления в кпсс я отказалась до 2001 года я была в церкви не более пяти раз допустили меня к крещению только с третьего раза один раз означает что в июле экзамены и не сдавшие готовится еще год так как я плохо знаю евангелие не могла ответить на вопросы за двадцать восьмое января 2006 года цинга его татьяна александровна шевченко языки или 94 и сказал ему господь пройди посреди города посреди иерусалима и на челах людей скорбящих воздыхающих о всех мерзостях совершающихся среди него сделай знак а то трех людей все они по сегодняшний день живы конечно и болеют и все начали на община остались так вот и решай по милости божия на сегодня все на вчера события какие личные здесь были утром рано мы ну на полчаса пол седьмого позавтракали и поехали володя взял алюминиевый моток проволоки около 41 связки он сделал там где у нас вода подниматься будет канал в конце канала наша была от загородки гвоздями прибитые проволокой связать вот он там и связал его на велосипеде привезли мы на второй мостик погрузили оставшиеся свая грузовой машине конечно около 11 свай больше было там нет ни одиннадцати больше вот там 18 наверно роман малыш на машине был володя помогал а я все за заснял ну и володя с велосипедом остался сделал а мы привезли сразу стали около валерины поваленная буря испиленная была ветла ветлина все привезли а потом стали большой участок земли не обихожены между двумя между володином и никитиным домом бросились мы на эту траву я выкапывал крапиву сергей носил никита увозил там попадали у павла павел там был раньше хозяин всего полно все это под дождем сгнившие все это грузили грузили и вывозили на тележки тележки бывшие селосные яма вот а я потом подумал мы сделали надпись на первом мостике что дно каменистое чтобы люди не боялись проезжать но кто увидит это дело я решил тогда красную материю на этот флаг шток то повесить на чем надпись есть она ежева сильно принесла желтая тогда и красный и желтый и поехал взял иголку нитку ножницы и пришил по 2 по красным красным желтым на обеих стоит другой стороны показывает что не боялись проезжать потому что вода течет а человек думает трясена сяду и не проеду ну вот так но братья тут рубили дрова вы щурки раскалывали для романа малыша у него были там с ребятишками под вечер я еще за черемухой съездил вот события для нас это все события все это так интересно благодарение богу ну конечно днем где был молились благодарили бога на этом вот и все прекрасный был день и каждый день кажется лучше другого который был до этого